Всем привет дорогие друзья, с вами Офинерс, добро пожаловать на канал, рад вас всех видеть. И сегодня мы продолжаем наш гайдик на талона, вторая часть, в которой мы поговорим о комбинациях. Итак, давайте приступать. Начнем мы, пожалуй, с самой простой комбинации, которая присутствует, пожалуй, на всех чемпионах в Лиге Легенд, но на большинстве так точно. Это отмена анимации автоатаки. Как это работает? Используя автоатаку, у нас автоатака делится на три стадии. Это замах, нанесение урона и отвод меча назад, то есть обратная анимация. Давайте посмотрим. Талон бьет, замахивается, наносит урон, отводит меч. Замахивается, бьет, наносит урон, отводит меч. Вот эта обратная анимация, когда он отводит меч, она нам не нужна. Она просто занимает время и ее можно взять и отменить, заменив на более полезную анимацию. Например, на анимацию кушки, то есть дополнительно нанеся урон с автоатаки. У нас как бы получится, за время одной автоатаки мы нанесем целых две. Так как у нас сначала идет замах, основной это автоатаки, потом нанесение урона. Обратную анимацию мы снимаем, у нас идет замах еще раз, тут же уже на нанесение урона и нанесение урона. И получается, что мы за время одной автоатаки, где у нас была начальная анимация нанесения урона и обратная анимация, мы сделали две передних как бы анимации нанесения урона, да. И получается, два раза нанесли урон за одинаковый промежуток времени. Как это работает, еще раз показываю. Если мы просто автоатачим, у нас талон отводит меч назад. Вот это нам нужно убрать. Мы это можем убрать при помощи кушки. То есть после нанесения урона сразу нажать Q. Видно, да. Я получается тут же уже наношу еще и кушку. То есть передняя анимация автоатаки идет. Опять же автоатака Q. Вот таким образом мы комбим. Это на самом деле довольно простая штука, но позволяет гораздо больше наносить урона за один промежуток времени. Если опять же мы поторопимся, да, вот как я сейчас сделал, то у нас все закончится довольно печально. Потому что если мы не успеем докастоваться, как видно, проходит только кушка. Талон начинает замахиваться, не успевает довестись, довести автоатаку, нанести урон. Мы тут же ее отменяем и повторно идет уже кушка. Это очень плохо. Нужно дождаться нанесения урона и потом Q. Вот так вот это работает. Урона очень много будет и это очень функциональная штука. Ее можно всегда использовать. Также аналогично можно убирать вот эту обратную анимацию автоатаки при помощи других способностей. Скажем, можно заменять Тиаматом, можно заменять Вэшкой, ультой. Допустим, мы даем автоатаку, да, и тут же Вэ. Вместо обратной анимации у нас идет Вэшка. Мы экономим наше время. Поэтому всегда желательно чередовать способности автоатаки со способностями. То есть идет автоатака способности, автоатака способности, автоатака способности. Но опять же, тут нужно понимать, что Талон это комбо-чемпион. Это в основном делается на брузерах. Но на Талоне иногда это вас может выручить, нанеся дополнительное количество урона. Если вам нужно чуть больше постоянного дамага. Также можно, например, с Тиаматом, автоатака, Тиамат, да. То есть будет заменяться, как мы видим, у Тиамата идет своя анимация. Вот. То есть Талон, когда бьет Тиаматом, он тоже использует свою анимацию. И, по сути, мы включаем эту анимацию сюда же. То есть если бы мы это не использовали, просто была бы автоатака, потом Тиамат, да. Насколько больше времени занимает. А мы можем вот так вот сделать. Раз, и все. Экономим время, ребятки. Это самая простая комбинация. Итак, комбо номер два. Комбо номер два. Ну, само собой, вы же знаете уже по первому видео, что наша задача прокнуть пассивку на противник. То есть настакать три вот этих вот стака пассивки и убить цель. Итак, давайте, собственно, приступать. Я вам расскажу об очень интересной комбинации, которую, возможно, даже многие вообще ни разу не видели в Солку, либо не знают. Итак, мы знаем с вами, что у нас есть Кушка. Кушка работает как вблизи, так Кушка работает и издалека при прыжке. Также у нас есть В-шка, да. Когда мы кидаем В, собственно, вот эти вот сюрикенчики залетают, вешают пассивку. Но при этом сюрикен можно как вблизи, в принципе, кинуть, да, как и так же и в далее. Вот. Нас интересует комбинация издалека. Сейчас попробуем как-нибудь так встать, чтобы удобно было видно. Вот, комбинация издалека. Дело в том, что во время каста В-шки мы можем, по сути, одновременно использовать и Кушку. Как это выглядит? Мы начинаем кастовать В и тут же жмем Ку. Вот. Если бы я использовал это дело по-другому, то бы получилось значительно медленнее. Как это работает? Мы можем сделать, например, кинуть В-шку, дождаться, пока она полетит, и полететь на Кушке. Это очень медленно. Гораздо сильнее, если после каста В мы тут же летим на Кушке, если нам, конечно, позволяет дистанция. Потому что все-таки В-шка летит, как видно, дальше, чем Кушка. И зачастую, если мы, конечно, на линии харасим, не всегда мы можем прыгнуть. Но если это позволяет, мы можем очень ускорить свой прокаст. То есть, начинаем кастовать В, во время вылета сюрикенов мы тут же жмем Ку и прыгаем на цель, приземляясь одновременно с нанесением урона сюрикенами. Вот так вот. То есть, моментально, да, мы просто одновременно залетаем. Еще раз. Если я, допустим, просто кину В и потом прыгну, очень долго идет время, если мы будем ждать В-шку. А если мы вот так вот делаем, то мы одновременно прилетаем. Это очень сильная комбинация, обязательно ей пользуйтесь. Следующая комбинация уже связана с ультой на талоне. То есть, ульта аналогично, в принципе, к Кушке может использоваться. Стокая ульта может использоваться во время каста Кушки. То есть, во время прыжка мы можем кастануть ульту. И это очень важно. Потому что, если мы посмотрим на радиус, мы видим, что у нас вот Кушка сейчас находится на грани с манекеном. А ульта уже находится в нем. То есть, если мы находимся в радиусе прыжка на цель, мы всегда нанесем урон при этом еще и ультой. Причем передний урон, когда сюрикены раскрываются. Вот здесь вот сейчас немножко не достали, но у нас не хватает. Вот чуть-чуть ближе. То есть, мы в дистанции прыжка с Кушки находимся. И как раз сюрикены нанесут урон. Как видно, они наносят в период и еще в обратную сторону. То есть, мы получим два стака. Если мы еще это закомбим с Кушкой, мы получим сразу три стака и прок пассивки. Поэтому, если мы находимся в дистанции прыжка через Ку, мы всегда положим двойной стак с ульты. Это очень сильно. Мне, конечно, противник не отфлешнет. Итак, как это работает? Аналогично с Вешкой. Во время каста Ку мы просто жмем ульт. То есть, даже можно немножко еще быстрее. Во время прыжка у нас уже идет каст ульты. Да? Мы начинаем как бы подпрыгивать, и в этот прыжок мы закидываем ульту. Раз. Если бы я делал по-другому, то есть, я бы вот так вот прыгал, у нас бы медленнее проказ шел после приземления ульты. Ульту жал. Либо я бы сначала ульт жал, потом прыжок. Это тоже медленно. Гораздо лучше. Во время прыжка Ку сразу мы жмем ульт. Снимаем анимацию тоже. То есть, мы закладываем во время анимации Кушки еще и раскрытие ультой. Мы экономим время. Это основная задача всех комбо на чемпионах. Работает таким-то образом. Ну и, собственно, выходит следующая комбинация. Называется такая полная комбинация на талоне. Идеальная. Мы просто совмещаем две предыдущие комбинации. Это ВК и Ку ульт. Как это работает? Мы помним, что сначала давая Вшку, мы можем сразу полететь на Ку по цели. И тут же во время полета на Кушке нажать ульт. Тем самым раскрывшись, нанеся дополнительный урон и стянув Серикена к себе. У нас нанесется просто катастрофический дамаг. Итак, как это работает? Мы подходим, например, в какую-то зону. ВК еще раз напоминаю. Куль. И все это объединяем. ВК. Вот сейчас я немножко не достал. Не хватило дистанции. Вот так вот это работает. То есть мы очень быстро закастовываем все сплы. Вот опять, кстати, я не успел Кушку прожать. То есть это на самом деле довольно-таки сложно. И сразу у вас вряд ли получится. Вам нужно будет немножко попрактиковаться. Вот. Вот так вот это работает. Но в принципе, если вы попрактикуетесь, разомнетесь, у вас с этим не будет проблем. Вы сможете стабильно использовать эту комбинацию. Еще раз. ВКР. Сначала ВКР. Мне вот тоже немножко сложно попутно рассказывать и нажимать. Но я думаю, если вы вот просто сосредоточитесь, попрактикуете комбы на манекене хотя бы минут 10, да, у вас уже с этим проблем не будет никаких. Но, само собой, после этого вы кастуете еще и автотачку, чтобы прокнуть пассивку. И вообще-то, да, у противника нету шансов. Буквально за 1 секунду вы накладываете полный прокаст. Мы вешаем 2 метки с Вэшки, 2 метки с ульты, метку еще с пассивки и 100% как прокаем все это дело. Ну, вот так вот это работает. Моментальный каст. То есть буквально 1 секунду. И еще главное дать автотачке декастоваться. Если вы слишком рано убежите, вы потеряете часть урона. Вот. Раз и отошли. ВКР. Раз и отошли. Это очень сильная комбинация. Обязательно ей пользуйтесь. Следующая, следующая комбинация, которую я вам хотел рассказать. Это комбинация через стену. Когда мы прыгаем на талоне через стену, можно как сделать? Например, ультануть и прыгнуть, да? Тогда мы потеряем нашу ульту. Есть вариант прыгнуть через стену и ультануть. Это плохо, потому что при приземлении нас могут законтролить и наказать, там убить. Это очень плохо. Есть идеальная еще комбинация, когда мы во время прыжка через стену, я вам сейчас продемонстрирую, мы можем нажать ульту. В принципе, как при прыжке через кушку. То есть мы раз, уже при приземлении уходим в инвиз. И иногда это очень сильно, потому что противник может нас банально даже не увидеть. Если мы особенно через большой рельеф прыгаем. Скажем, противник где-то здесь находится. Ну, там где-то подальше. Мы пока перепрыгиваем, даже сюркены не оказываются на карте. Он может не обратить внимания, и мы его просто шотнем. Поэтому всегда нажимайте ульту во время прыжка. Это очень помогает. И зачастую, опять же, ульта дает нам мувспид, что позволяет быстрее проходить анимацию прыжка. Как я рассказывал в первом видосе, то, что чем выше наш мувспид, тем быстрее мы перепрыгиваем через рельеф. Вот такое, в принципе, комбо интересное. Ну, не из этого, само собой, может выходить у вас миллион разных комбинаций. Это самые такие основные. Еще мы сейчас, конечно, поговорим о разных. Но вот этим обязательно пользуйтесь. Это не то, что там как бы желательно использовать. Это вот основа основ, в которой вы должны понимать, как это все работает. Дальше, возможно, уже больше такое для новичков пойдет сейчас. Для новичков комбинации. Опять же, напоминаю, когда мы ультуем, если мы даем автоатаку, мы привязываем сюрикена к цели. Если мы не даем автоатаку, то сюрикены просто полетят к нам. Если мы даем кошку, мы привязываем сюрикена к цели. Будь то кушка вблизи, будь то кушка с дистанцией, мы всегда привяжем сюрикена к цели. Это нужно обязательно помнить, потому что если мы не привяжем сюрикен к цели, зачастую мы можем потерять кучу урона. Из этого и строится одна большая проблема. Ребят, если вы вдруг бежите к противнику, вы нажали, вынуждены бежать через ульту, то есть вы не подошли к нему и уже вблизи ультанули, как я вам говорил, допустим, там VQR, да, и убежали, нет, вы, допустим, бежите издалека к нему, ну, скажем, даже в предель видимости вы хотите догнать, жмете ульт, поэтому обязательно после ульты вы должны раскрыться либо с автоатаки, либо с кушки, если вы нажмете VS, скажем, или еще какую-то способность, то у вас все исчезнет. То есть если вы нажмете V, получается у вас сюрикены уже не полетят в цель, они просто полетят к вам, и вы потеряете часть урона и одну метку. Если бы вы сделали наоборот, скажем, да, хотя бы просто дали автоатаку и V, то был бы гораздо профитнее, потому что сюрикены 100% долетят. Ну, либо раскрываться с кушки. Также отличная комбинация, которая есть на талоне, она нацелена на снятие анимации автоатаки. То, о чем я вам говорил, то есть мы можем не обязательно, например, из инвиза раскрыться с кушки, а мы можем раскрыться с автоатаки, но для этого нужно подбежать довольно-таки близко. То есть наша комбинация строится следующим образом. Мы ультуем, подбегаем к цели впритык, даем автоатаку и тут же ее снимаем кушкой. В итоге мы получаем просто катастрофический урон, после чего еще одну кушку, как бы еще одну автоатаку даем. И вообще противник просто говорит до свидания. Опять же, мы можем все это дело провернуть еще и с вэшкой, засунув ее, но пока не будем торопиться. Давайте я вам по очереди покажу. Мы подбегаем автоатаку. Раз, все, два стака. Очень быстро, очень много урона. И самое главное, зачастую, когда талон бежит в инвизе, его не видят. Когда мы раскрываемся с автоатаки, мы же и так привязываем к противнику нашу ульту. Враг начинает нас увидел, он флешает и мы, так как уже заранее нажали ку, за ним просто полетим вперед, если он флешнет. Нет шансов у врага убежать, отпрыгнуть, все что угодно. Мы за ним просто телепортируемся через наш ку. Раз и все. Теперь в эту комбинацию мы можем добавить нашу вэшку. Каким образом? После автоатаки просто додать вэ и уже потом в дальнейшем сделать еще одну автоатаку. Мы жмем ульт, подбегаем к цели. Автоатака, ку, в, автоатака, да? Вот сейчас, кстати, не получился немножко, там стак не прошел. Давайте еще раз. Подбегаем к противнику. Вот, я не успел, слишком далеко отхожу, поэтому вот, ребята, обязательно. Такой комбой, конечно, вблизи. Автоатака, ку, в, от атака, да? И уходим. У нас, получается, прилетает урон с сюрикенов, один стак, один стак с кушки и еще, получается, стак с вэшки, после чего у нас набирается три стака и мы их прокаем. То есть, еще раз, медленно, комбинация. Мы жмем ульт, подбегаем к цели, даем автоатаку, снимаем эту автоатаку кушкой. Сейчас, секундочку. Вот, кушкой снимаем, после чего мы делаем сразу вэшку, да? Кстати, можно даже включить сюда еще одну автоатаку, если вы успеете, если вы натренируетесь, будет еще лучше. То есть, мы выходим из инвизы, еще раз, да? Вышли из инвиза, подошли, дали автоатаку, дали, сразу сняли эту автоатаку кушкой, дали еще одну автоатаку, дали вэшку и еще одну автоатаку. Но если у вас есть время, то есть, когда вы дадите еще одну вэшку, у вас пойдет три стака на противника и вы его прокнете автоатакой. И вот это вот то снятие анимации автоатаки, о котором я говорил, вы можете сразу снять, по сути, три автоатаки, да? Сделать за раз, вот, за обычную комбинацию засунуть три автоатаки. Когда обычные люди это вообще не делают, ни одной автоатаки, вы гораздо будете больше наносить урона и у вас будет гораздо больше киллов. Но зачастую это очень долго, вам иногда приходится не вставлять автоатаку между вэшкой, а сразу вставать вэ. Дабы ускорить проказку, вэ автоатака, все, убежали. Противнику огромный урон наносится, вы можете спокойно отойти. Вот как-то так это дело делается, но нужно, опять же говорю, четко контролировать наносимый вами урон, дистанцию, которую вы можете пробежать в ульте. Потому что если вы не добежите, вам придется прыгать с кушки. Иногда так и приходится, если слишком далеко противник, вам приходится прыгать с куш, чтобы хотя бы сюркена на него повесить. Но уже такая безвыходная ситуация, если уж такая ситуация произошла, делайте дело, но вы потеряете в уроне, вы должны это знать. И если противник отфлэшнет, вы уже его не догоните, он бы мог отфлэшнуть и все, убежать. Но в такой ситуации, когда мы так комбим, нам обязательно нужно тогда сразу раскрываться еще и с вэшки. Мы подбегаем к цели QV, чтобы хотя бы пассивку прокнуть. Один стак прилетит с ульты, один стак прилетит с кушки и сразу вэшка автоатак, чтобы хотя бы при возможности, при раскрытии, дать ему сразу прокасты, если он отфлэшнет, чтобы он там догорал и умирал. Как-то так это дело работает. Что еще хочу сказать? Хочу вам рассказать про дальнюю инициацию на талоне. Дальняя инициация, это когда мы, допустим, бежим и снова вежим, а противник нас даже не видит. Это делается при помощи, к сожалению, у меня здесь руны нету, немножко не те руны взял. Здесь берется руна плач, которая дает дополнительный мувспид. Посмотрите первый видос. И под этим мувспидом мы начинаем ускоряться, дополнительно пробегать. У нас, нам нужны ботинки и йому. Мы прожимаем ульту, да, мы прожимаем йому. Можно даже заранее йому, как вам удобнее. Иногда вы просто бежите, хотите зачезить и вы прожимаете йому раньше. После чего мы просто в ульте огромную дистанцию можем пробежать. Здесь, конечно, я поменьше пробегу, так как нету руны. Но с уроном будет это гораздо лучше. При этом желательно кастовать еще и плащ заранее, если он у вас есть, чтобы при раскрытии все у вас было четко. То есть мы начинаем кастовать В, например, да. Йому, уль, пошел, бежим. Хопа, раз, и огромная дистанция, противник просто не ожидает. Само собой, с плащом я бы даже впритык подбежал. Так что обязательно используйте такой врыв, противник просто не ожидает. И зачастую вы так можете ингейджить, даже инициировать тимфайты. Скажем, противники находятся здесь, у вас есть вижен, а дэшник находится где-нибудь вот тут. Там брузер, скажем, находится вот здесь. Какой-нибудь еще. Немножко мисплейнул. Вот, саппорт здесь находится, танк. Вы с такой дистанции, когда они вас даже не видят, но вы их видите. Вы их видите, вы можете спокойно ворваться и пробежать, вас не увидят, что вы здесь. И убить атакерри, а не просто что, откуда он вылез. Вас же не видно во время ульты. Так что обязательно используйте, ребятки, такую комбу. Также хотел рассказать еще про гидру, но это простая совсем комбинация. В-Тиамат комбинация. Очень быстрая, вернее, В-Тиамат, да. В-Тиамат, да. Очень быстро делается. Не Тиамат В, В-Тиамат. В-Тиамат. Очень легкая, она в основном используется для того, чтобы формить крипов на линии. Крайне легко заходит. Вы просто подходите к вам по крипов и даете В-шку. Тут же Тиамат ближнее крипа умирает, вы сразу уходите на роминг. Все, одна секунда. Иногда приходится, конечно, автоатаку додать, если вы отстаете, у вас мало АД. Также Тиамат можно использовать в полном прокасте, когда вы там врываетесь. Скажем, ворвались вы с ульты, да. Там автоатака, КУ, В, Тиамат туда засунуть все вместе. Но это уже такое немножко пианинка, если вы осиливаете. Ну, к этому надо стремиться, да. Надо тренироваться. В любом случае, рано или поздно осилить, и у вас все будет хорошо. Вот такие вот основные комбинации у нас на талоне. В целом, по советам, что хочу сказать. Если вы сейчас скажете, блин, ну как много комп разных, что же все-таки приоритетнее. Старайтесь всегда, самый приоритетный вариант давать сначала после... То есть найти такую ситуацию, чтобы после ульты сначала вы могли дать автоатаку, а потом только КУ. Это я вот по опыту своему говорю. В ранкидах безумно сильно помогает. Очень часто противники отпрыгивают, отфлэшивают. Вы за ними долетаете, убиваете. Это офигенно. Зачастую даже через стены перелетаете. Супер круто. Поэтому обязательно старайтесь все-таки подбежать впритык, дать автоатаку КУ. Это гораздо сильнее, чем если бы вы просто, допустим, старались инициировать через прыжок на КУ. Не надо отдавать прыжок, если вы можете его кастануть вблизи. Вот и все. Также, если у вас есть возможность, обязательно старайтесь комбить через КУ ульт, как я вас учил вот так во время прыжка ульту. Потому что это вам позволит сразу на противника повесить двойной сюрикен и дополнительно прок будет. Дополнительный прок, вы точно все сможете рассчитать, прокнуть пассивку, взорвать оппонента. То есть КУ ульт раз, бам, все, пошел, до свидания. Само собой Вэшку туда включайте. В общем, по возможности тоже старайтесь, чтобы противник попадал в двойной круг от урона с ульты. Еще вспомнил одну комбинацию. Многие не знают, на талоне есть возможность снимать анимацию Вэшки при помощи флэша. То есть мы можем дать, например, Вэфлэш. Можно сделать, как бы, допустим, кто-то сделал флэш Вэ. Это очень медленно. Вы просто посмотрите, насколько это медленно по сравнению с Вэфлэш. Раз и все. Скажем, противник на лоу хп стоит на линии. Вы такие, ага, ага, ага. Раз, там, бэнч, ваншотнули. До свидания. Опять же, можно сюда же включить КУшку с ультой. Потренироваться. То есть потренируйтесь, ребята, обязательно эти комбинации. Допустим, мы даем Вэ. Делаем флэш. Вэ долетает дальше. Мы сразу после флэша жмем КУ. И во время прыжка КУ жмем ульт, приземляемся, даем автоатаку, прокаем пассивку. Конец. Но еще один тоже момент вспомнил. Хотел вам рассказать. Ребята, не забывайте прокать обязательно пассивку при помощи автоатаки. Потому что бывает такое, что вы, например, прыгнули на КУ. Ну, скажем, вот на противнике флстаки. Вы прыгаете на КУ и отбегаете слишком рано. Испугались, а пассивку не прокнули. Поэтому всегда после прыжка, после КУшки старайтесь дублировать нанесение урона райт-кликом. Грубо говоря, как-нибудь вот таким вот образом. То есть вы прыгнули. А в райт-клик отошли. То после прыжка райт-клик обязательно. Вэ. КУ райт-клик отошли. Всегда старайтесь дублировать. Вообще сам по себе райт-клик идет после КУшки. То есть он сам по себе автоатачит. Это у него такая встроенная штука. Вот. Он сразу дает автотачку. После прыжка на КУ. Но все равно, зачастую вы можете ее снять просто передвижением. Как я говорил, взять и отойти. Не будет у вас автоатаки. Поэтому обязательно дублируйте райт-кликом, чтобы у вас не было такой ошибки. И все у вас будет хорошо. Вообще всегда для прока пассивки, не надейтесь то, что у вас чемпион сам заавтотачит. Всегда дублируйте прок райт-кликом. Вот такие вот дела. Ну, надеюсь, ребят, мои советы вам были полезны. Надеюсь, вы научились каким-то новым комбинациям. Будете их использовать. Поднимать СБЛ, да. Поднимать скиллушку. Ну, а мы увидимся уже тогда в следующем видосе. В третьем видео. В котором я уже сыграю за талон в реальной игре против людей. Покажу, какие предметы, как они уже работают на практике. Да, когда я их почему тот или иной покупаю. Покажу, какими комбинациями стоит в той или иной ситуации пользоваться уже на практике. Как они работают в реальной игре. Ну и так далее. В общем, будет интересно. Обязательно смотрите третий видосик. Подписывайтесь на канал. Ну и всех благ вам, ребят. Всего самого хорошего. Самого наилучшего. Удачи, счастья, радости. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok